Силовые структуры Кремля продолжают наращивать давление на гражданских активистов оппозиции. Сегодня в Управлении внутренних дел по Центральному административному округу Москвы был вызван Денис Юдин. Мне сейчас ничего не инкриминирует, а я был вызван на допрос в качестве свидетеля по возбужденному уголовному делу. По какому конкретно? Судя из того, что я видел в бумагах и то, что мне рассказал дознаватель, они возбудили дело по факту обнаружения баннера 13 сентября где-то на Садово-Кудринской улице. Мотивом меня вызвать в качестве свидетеля было совпадение отпечатков пальцев, которые они нашли то ли на чердаке, то ли на баннере, с теми отпечатками пальцев, которые я вынужден был дать перед тем, как сел под арест 2 ноября. Уже 7 ноября, имея мои отпечатки пальцев, в УВД ЦАЛ решили возбудить по тем событиям сентябрьским уголовное дело. Поэтому я четко связываю то, что уголовного дела, если бы моих отпечатков пальцев не обладали МВД, ну, наверное, бы не было, потому что сам факт, наверное, какой-то незначительный. А так, видимо, нацелено именно против меня. Как только они стали обладать карточкой с моими отпечатками пальцев, они тут же нашли, какое уголовное дело можно возбудить. Как вы считаете, будет ли продолжаться, будет ли оказываться на вас дальнейшее давление? Не знаю, но, по крайней мере, следователь настоял на том, чтобы я к ней явился достаточно через непродолжительное время, примерно через неделю, в понедельник, 26 числа, на очередной допрос в качестве свидетеля. Система по-осеннему обострилась. Вероятно, сверху поступил истеричный приказ. Чуть что мочить всех, и активистов, и обычных граждан, чтобы стало неповадно. Но действие, как известно, всегда вызывает противодействие. Сегодня же в Тверской мировой суд была вызвана гражданка, посмевшая подарить Владимиру Владимировичу Путину на день рождения, грушу для клизмы. Но Владимир Владимирович не клизмач, и кремлевская кисо убедилась. На прошлом судебном заседании один из полицейских сделал такое заявление, когда ему задали вопрос, сам судья причем задал вопрос, скажите, пожалуйста, а вы слышали, что говорила Мальдон? Вот вы в своем объяснении и в рапорте указали, что Мальдон оскорбляла президента Российской Федерации. А вы слышали, он говорит, я не слышал, потому что у меня на голове был шлем. Вот у меня такое мнение, как будто сегодня шлем у всей государственной власти на голове. Она ничего не слышит, у них забрало закрыто, они ничего не видят, они живут в своем узком миру и решают свои коррупционные проблемы. Самые мои фееричные предположения, в общем-то, оправдались. Я посидела в клетке в ОВД Китай-город, теперь вот меня судят, уже третье судебное заседание аж из-за такой важной птицы. Ну, я считаю, что эта ситуация чем-то смахивает на ситуацию с Пусть-Сериод, поскольку, ну, вышла какая-то дурочка с какой-то дурацкой шуткой, да, там, с клизмой. Можно было по-отечески погрозить пальчиком, там, покрутить пальцем у виска, опять же. Ну, меня вместо этого вот судят. Все эти бесконечные силовики и судьи в мантиях буквально-таки ополчились на граждан, которые оказываются абсолютно беззащитными перед государственной машиной. И очень странно, что до сих пор молчит общество и Координационный совет оппозиции с такой помпой, избранной совсем недавно. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Павел, в тот момент, когда идет накат государства на граждан, на ваш взгляд, почему безмолвствует Координационный совет? Послушайте, ну а кто в этом Координационном совете? Все те же самые, та же самая Собчак, тот же самый Немцов. В общем, те же самые, которые провалили так активно начинавшуюся протестную кампанию. Те же самые люди. Что они могут сделать? Они не могут призвать людей на баррикады. Они не могут даже призвать людей на несанкционированные просто какое-то шествие. Но ведь что-то они должны делать. Ну, они должны что-то имитировать. Вот они сидят там, я слышал, регламент принимают. Ну вот, вполне работа, имитация работы в полном ходу. И что остается теперь делать гражданам? Гражданам, я думаю, нужно самоорганизовываться. Нужно самоорганизовываться, потому что понять, что эти так называемые лидеры ничего, никуда, кроме болота, во всех смыслах не приведут. Значит, нужно брать, например, с Нижнего Новгорода только прямые действия, только, значит, гражданское неповиновение. Я не знаю, я сам как бы по натуре не организатор, возможно, через социальные сети, возможно, еще как. Но нужно организовывать какие-то, как можно более широкие акции прямого действия. Получается, что действовать нужно самим, не рассчитывая ни на какие координационные советы? Безусловно, ни на какие координационные советы, ни на каких удальцовых. Все это туфта, все это клоунада, все это исключительно слив протеста. Субтитры создавал DimaTorzok